Ну и вот такой вывод по поводу того, что мы сейчас видим при наличии христианства в России. Все эти святые, значит, какие-то якобы святые, говорили, Россия под покровом Божьей Матери. И что мы сейчас видим? Так называемая православная христианская Россия находится под полностью оккупацией Сиона. Сионисты посыпают бабла, чтобы русские полицейские били дубинками русских протестующих. И получается, что под покровом Божьей Матери здесь сионисты гнобят и уничтожают православную Россию. Ну, по сути, так. А что получает на выходе так называемый кэш, вот этот манипулятор, кашевар? Какой кэш он получает на выходе? Он получает гиперстрадание населения. То есть, все гиперстрадают. Почему? Опять-таки, в программе прописано, что Иисус Христос почему-то поклоняется распятому. Надели на себя крест с распятием уже или на детей, или на себя. Значит, они уже согласились, что распятие типа того – это круто. А раз прописали себе в программе, что страдайте, страдайте, ну и все, эта программа вылезает уже и через генотип, и через ситуации. А Сион сказал, что у них в Торе прописана власть, захватить деньги и так далее. И все, они получают этот результат, опять-таки, под покровом Божьей Матери. Еще один информационный, скажем так, пакет файлов. Мы занимаемся тестированием. Мы сейчас выясняем вообще, что происходит, где патология. Мы выяснили, что у русских поврежден янский принцип, янская энергия, то есть отсутствует элемент мужественности. Я так вижу, что это как-то связано с тем, что мать, матери, может быть, наказывали детей. Может быть, где-то на матричном уровне поврежден янский принцип. Может быть, вот эта программа «Подставь другую щеку» привела к тому, что все повреждено уже ментально. Что такое ментальный план? Вот ментальный план ввели программу, что ударили по одной щеке «Подставь другую». И все это навязывали, навязывали, в генотип вставляли. Вот. И все, как бы, значит, уже не включается янское начало. Сопротивления нет. Оно подавлено через ментальный план. Ментальный план проводят на астральный, а астральный проецируют на физический. Так вот, при тестировании выявлено, что, значит, есть эгрегор, эгрегор стада, овец. То есть создан информационный эгрегор, и определенное количество людей, большинство, попадает в это стадо. И есть эгрегор хищника. Хищник, он, значит, обусловлен той же программой дракона. Я объяснял, что дракон уже помер, но обслуживающий персонал, который был посредником. И то, что, кстати говоря, в 90-е годы там и в дальнейшем вылезла, как эти бригады, которые крышуют магазины, типа они крышуют. На самом деле, просто поделили сферы влияния, и, значит, нагибают. Кто не платит дань, тех нагибают. Так вот, при наличии этих двух эгрегоров, если мы видим ясновидением, что есть эгрегор стада и есть эгрегор хищников, значит, мы уже можем за счет ясновидия на них влиять. И здесь очень важный момент, что, смотрите, как интересно. Человек сам же является колоссальной энергией трансляции, потенциальной, но он использует свой транслятор, чтобы озвучивать чужие программы. Посмотрел видео с этим шестуном. Ну, шестун, криминал, он вор, подонок, украл. Да, его съели те же хищники. Другой крокодил, там какой-то, значит, его сожрал, его крокодила, посадил в тюрьму. Читаю эти комментарии, кто там смотрит видео по шестуну, где там много, где он там, значит, и жена его там, типа, защищает. Вот, освободите шестуна, спасите шестуна. Кто кричит? Тоже стадо, стадо, те же овцы, которые не понимают. Вы что, вы транслируете свою собственную батарейку на то, чтобы спасать этого криминального шестуна? Вы понимаете, какая хитрая вещь? Тем самым, что они делают? Они благословляют. Благословляют, они благословляют такое явление, как шестун и общий криминал. Значит, шестуна спасать, соответственно, и других, кто там тащит эти все деньги за границу, воруют, значит, из бюджета. Типа, они тоже, их, значит, не надо наказывать, и они, получается, как бы так, под защитой этого эгрегора, того же стада. Вот это очень серьезный момент, потому что задаются вопросом, как здесь исправить, как мы можем исправить, если само стадо, которое является жертвой, защищает палача и защищает того же хищника в лице этой матрицы шестуна? Вот это серьезный вопрос, потому что здесь плавненько из этой программы мы выходим на программу, где русские полицейские за деньги Сиона лупят русских протестующих дубинками. Сами жиды не выходят ни на какие там эти разгоны. Они просто посыпают бабла, дают приказ, и эти, значит, начинают лупить протестующих. Это замкутый круг, то есть из него еще надо искать, то есть, получается, мы эту патологию тестируем, и вот вышли на такую, значит, программу, где сама жертва начинает защищать палача, и сама овца начинает защищать хищника. Вот это парадокс. То есть, я пока его там не рассматривал достаточно серьезно, но он просто как бы вылезает очень жирным цветом в этом месте. Вот, поэтому, значит, блокнотик записываем, эту проблему, и как-то ее нужно переполюсовывать. Из этого получается очень парадоксальный вывод, что жертва в своей интроспекции каким-то образом отдает часть своей энергии, что уничтожается хищником. Исходя из аксиома, что все единое, это, говорит, единое тело Вселенной, единый там организм. Получается, что вот эта программа «Жертва-палач», который замкнута по системе «Змея кусает собственный хвост», она где-то в своем центре завязана таким образом. Опять-таки, мы стараемся дистанцироваться, мы не туда не лезем. Понятно, что мы находимся в этой матричной системе, которая этому закону подчиняется. Но если мы дистанцируемся от него, тогда мы уже можем рассмотреть и центр, и можем, скажем так, повлиять на ход этих событий и как-то переполюсовать систему. Хотя по той же версии Кастанеды мы находимся в хищнической Вселенной. Взять ту же ситуацию, где этот вот Шамсуддинов расстреливает 8 человек и 2 ранил. Но полубоги и боги сказали бы, это определенная карма. То есть, эта ситуация была бы фатальна, потому что можно там унижать человека до определенной степени, потом происходит переполюсовка, если у него в руках оружие, он способен включить из программы «Жертва» включить программу «Палача». А эти его сослуживцы, которые включили через него программу «Палача», по сути дела проявляли в виде унижения его, они проявили программу «Суицида». Вот какой интересный момент, понимаете. Вот если, в чем заключается пирамидальность и рассмотрение ситуации не с окружности, а с вершины пирамиды, мы наблюдаем разверстку программы из его ядра. То есть, у этой программы есть ядро, которое первично было заложено в том, что вот это вот навязали, во-первых, наличие дуальности «Жертва-палач», а во-вторых, кто признал, кто признал по христианству, прописано «Да, вы рабы, вы стадо, ударили по одной щеке, поставляй другую». Все, они же сами на себя одевают эту программу, как пиджак. Понимаете, пиджак один есть такой вот, пиджак там за 500 рублей, а есть пиджак там за 20 тысяч рублей. Вот. А ячейки матрицы никто не отменял. Я уже говорил, количество ячейок матрицы здесь ограничено, при всем их разнообразии оно весьма ограничено. Ты дворник, ты водитель такси, ты полицейский, ты прокурор там, ты продавец в магазине, ограниченное количество ячеек. Начни что-нибудь свое предлагать. Матрица тебе нет. Ты с этого не получишь ни денюжек там, ни еще чего. Ты если хочешь отшельником, да, уходи в пещеру. Ну, много ли из нас способны там уйти в пещеру? Вот, я думаю, немного. Поэтому вот мы сейчас остротой нашего осознания как бы втыкаем туда булавку, иголку, вот в это ядро этой дуальности. Как только мы нащупываем, где там эта мотивация, например, откуда мотивация у матери там бить ребенка или подавлять ребенка. Если у ребенка мало янской энергии, он будет затюканный и закомплексованный. Если много янской энергии у него, ну, в силу астрологических, может быть, показателей в гороскопе, может, Марс у него активный, там где-нибудь в Скорпионе Марс или Вовне, в управителе. Он эту обиду запускает на внутреннюю интроспекцию, а когда вырастает, он начинает мстить. То ли матери он начинает мстить, то ли там жене, может быть, еще там и другим женщинам, может, насильником становится. Понимаете, то есть программа там произвела определенную, как варится каша, да, огоньку прибавили, каша там бежит через край, подгорает. Так и здесь. Прибавили в ядре его программы, что, значит, в агрессию выходит. Вот она и вылазит где-то в каком месте. Ну, и еще по поводу промысла Божьего. Ну, я продолжаю как бы стучаться, стучаться в эти инфернальные области кармического управления, центрального солнца. Задаю им вопрос. Ну, вот вы говорите, там промысел Божий, промысел Божий, на все волю Бога. Но куда ни посмотри здесь, или у власти сатанисты, или та прослойка гандонов, другим словом их не назовешь, проститутки, которые за деньги гнобят население, грабят родину, эти там бюрократы, чиновники. Наблюдается явная картина сумасшествия. То есть это сумасшедшие люди, они не понимают, что вот это подобное подпиливание собственной ветки, на которой они сидят, ну, пилят собственный сук, на котором сидят. Уже даже не сук, а корни дерева они пилят. И хотя им и знаки-то даются, что вас же и посадят. Драманова посадили, там, шестуна посадили. Вы же, подонки, будете, значит, съедены собственной системой за то, что вы эти корни-то, дерево пилите. Но нет, они этого не понимают. То есть у них вот эта блокировочка стоит, и действует именно сумасшествие. То есть они входят в какую-то область, эту инфернальную область этой программы сумасшествия. А что такое сумасшествие? Крайняя степень разделения. Крайняя степень разделения. И где тут промысел Божий, покров Божьей Матери, когда, значит, там, значит, сионисты, у которых поставлено убей-гое, то есть идет зачистка населения. А если мы опять вглубже, в корень-то лезем туда, смотрим, получается, у самой жертвы стоит эта программа уничтожения, самообнуления. Ну, я так вижу, в общем-то, и по Скорпиону, восьмое поле, дом смерти и секса. Первое – это самообнуление через аборты. Второе – поедают мясо. Мясо есть трупоедение. Трупоедение – это латентный вампиризм. Народ это не понимает. И даже многие вот сейчас, кто из вас слушает, они не понимают. Поедание мяса – это трупоедение. От этого нужно отходить однозначно, потому что тем самым эти ангелы кармического правления, они фиксируют, что этот человек попадает в ячейку трупоедов. Соответственно, его тоже можно съесть. Каким образом? Военные действия, кризисы или еще что-то. Вот это важный момент. Ну и все пока на этом этапе. Все, что нам остается делать, это задавать опять правильные вопросы и на нем акцентировать. Мы потом погружаемся еще в более, скажем, большую интроспекцию и наблюдаем какие-то большие выводы из этого вопроса. Тогда можно это в матричной системе отсечь. Отсечь там. То ли мантры Раджи Шива Намах, то ли мысленно отсечь. Кстати, тем же занимался и Юнг, и Фрейд. Они выходили на уровень интроспекции, где в ядре трансляции находили, что каждый символ транслирует в этой программе. Я так вижу, что так называемые полубоги, локальные, они управляют течением событий через трансляцию символов. То есть сам символ обладает собственной гравитацией. Гравитация запускает конфигурацию пространства-времени. Я уже акцентировал, что время имеет свою конфигурацию. Человеческим мозгам это сложно понять, что время имеет собственную конфигурацию. Код доступа на конфигурацию времени есть у этих индейцев майя. То есть у них каждый день имеет свою конфигурацию, схематически она выражена, циклом повторяется через определенное время. Но насколько, скажем так, конфигурация майя может быть полезна нам, это другой вопрос. То есть может быть как раз таки у этих индейцев была своя конфигурация, у нас она может быть своя. Отсюда вот эта символика эпох, там смена эпоха волка, сменяется эпоха лисы и там еще какие-то эпохи. Спрашивается, почему у них там тотем именно животное, непонятно. То есть это тоже большой вопрос. Может быть как раз таки животное нам совершенно и не нужно? Может как раз таки это животное, оно выводит нас на ненужную концепцию этих зверь-666? Почему, значит, звериная опять символика, почему китайцы нам подсовывают эту звериную, там год крысы, год кабана, год лошади. Почему эти, значит, русские так легко ведутся на эту китайскую зомбирование? Вот это большой вопрос. Калаги, написанные на Умкином, там есть какие-то определенные коды доступа, там есть, значит, нулевое время, включение цикла, потом завершение цикла. Вот, может быть, нужно будет помедитировать на этот вариант. А может быть, интуитивно как-то придем, потому что, опять, если мы правильно задаем вопрос, какова конфигурация времени? Дайте, значит, коды доступа. Какие-то, значит, придут ответы через определенный промежуток. Ну и, по сути дела, наш вот этот проект и наше с вами обсуждение, это, напоминаю, создание астрального и ментального правления. Мы, как бы, выражаем намерение создать собственное правительство. Правительство от слова «править», направлять, транслировать программу, создавать вектор эволюции. Ну, еще пример управления альтернативной реальностью из-за точки смещения сборки в ментальном плане – это такой вариант. Мы предполагаем, что вот этот солдат расстрелял не восемь русских каких-то, ну, может, российских бойцов, а этот солдат расстрелял восемь китайцев, которые пытались вывозить лес в Китай. А еще двоих ранил, которые пытались поджигать Сибирь китайцев. И вот в нашей альтернативной реальности мы включаем гравитацию, что он убивал не российских солдат, а китайских. И посмотрим, что из этой мыслеформы вылезет в виде поплавка.